о добро пожаловать в антропоцен примите удобное положение поменяйте интерьер как вам угодно как вы хотите избавьтесь от сил кто вам мешает вы здесь хозяева можете чувствовать себя как дома что такое антропоцен это место время философия может это челлендж типа спаси планету чтобы выжить за этим словом скрывается целая эпоха когда один единственный вид смог сделать то на что не способны все организмы вместе взяты изменить облик целой планеты всего за 200 лет оставить свой след везде в воде воздухе в земле от которых планета не сможет избавиться никогда сейчас вы узнаете какие карты вам не показывали в школе и почему они могут навсегда изменить ваш взгляд на человечество каких живых существ видно из космоса где в океане можно попасть в мертвые зоны какая машина дала старт новой геологической эпохи зачем ученые проткнули самое одинокое дерево и что расскажет курица археологам будущее и я люди очень любят делить историю на эпохи и давать им какие-нибудь мощные названия каменный век до эпоха возрождения эпоха интернета время бумеров зумеров как будто бы в глобальном смысле эти названия что-то дозначит или решают среди людей есть геологи суровые парни которые свайпают только влево они не ведутся на громкие названия и верят лишь доказательством в камни копать и бурить не обязательно в мире много мест где силы природы сами открыли для нас недра как все эти скалы геологи изучают слоеный пирог из этих камней по начинке каждого из них понимают его историю какие события оставили эти горные породы и чьи останки там запечатаны они как криминалисты на месте преступления вот здесь много мела значит в то время планктон на моллюски плодились в таком безумном количестве что кальций из их останков покрыл морское дно по всей планете слоем в несколько метров и это повод отчитывать отсюда новый период в истории земли и назовем его меловым он находится вот здесь а слоем ниже больше всего разных ящеров за всю историю планеты и он называется юрским вот так он выглядит сейчас и в нем мы нашли вот такие чудеса но способен ли человек оставить такой же большой след в истории планеты и достойно ли мы давать ему имя для того чтобы ответить на этот вопрос нужно смотреть глобально да что мы смогли натворить своими руками здесь и что мы сделали своей химией для начала мы обжили 75 процентов суши не покрытые льдом в этом плане человечество похоже на плесень ее пускает на поднос сиропом и она целиком опутывает его своими нитями да мне тоже не нравится это сравнение но если мы посмотрим на планету свысока как мы посмотрели на эту плесень то мы сможем увидеть полную картину антропоцена есть четыре вида живых существ которых можно рассмотреть из космоса первое это конечно мы люди нас видно издалека вторые деревья кто третье ни за что не догадаетесь я никогда их не воспринимал всерьез но видел это коралловые полипы это их гигантский жилой комплекс у берега австралии большой барьерный риф две с половиной тысячи километров скелетов умерших предков по сути они живут на кладбище своих родственников великая китайская стена выглядит как забор на даче вашего деда по сравнению с рифом что где она там вообще вот это вот это или это может быть это не разберешь другое дело кораллы на том же снимке с рифом можно заметить и четвертую группу существ это планктон так он выглядит из космоса но о нем чуть позже все эти организмы красит планету в три цвета жизни желтый зеленый и бирюзовый а люди постоянно меняют этот окрас как будто им далее вот как ребенок маленькую кисточку в руки он все измазал начнем с зеленого вы смотрите на карту всех деревьев на планете больше трех триллионов растений по 420 на человека похоже на мохнатый глобус чем выше мех тем гуще лес выглядит непривычно до половины африки будто вообще не существует но там пустыня сахара и отсутствие деревьев логично а теперь взгляните на бразилию на знаменитые леса амазонии похоже этот снимок бракованный или до конца не прогрузился но нет холодный синий цвет означает другой тепловой рисунок это голая земля каждый из прямоугольников это вырубленный под корень лес сейчас мы вырубаем около 15 миллиардов деревьев в год щепки летят так быстро что с начала цивилизации мы в два раза уменьшили площадь лесов да я знаю всем уже про ели просто мозг про парниковые эффекты изменения климата никто в том числе я не воспринимаем эту информацию уже всерьез на таком бессознательном уровне они как 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 надписи на пачках сигарет да похоже города тунберг одна за всех отдувается а простые люди такие я ничего не загрязни ну ну что я вот пусть правительство решает этот вопрос я езжу на троллейбусе в холодильнике у меня ничего нет я отключил холодильник я вещи старые не выкидываю на переработку я в них хожу если и не доел я потом даем как бы мы не отмазать но такой высокой концентрации углекислого газа как сейчас не было последние 800 тысяч лет это еще одна причина считает наше время новой эпоха вот планета сто лет назад вот сейчас беспокоиться о потере лесов справедливо но это не единственная причина почему природа вздыхается половину кислорода на планете производит не деревья не наземные растения а морские обитатели половину фитопланктон мельчайшие водоросли и микробы в которых тоже идет фото синтез это прозрачные штуки зелеными органами внутри когда они размножаются их становится настолько много что по сути на этом снимке мы видим их внутренности это они красит воду и бирюзовый и зеленый поэтому скопления легко отслеживается из космоса но почему их так много сточные воды из ферм городов то есть другими канализация да все это выводится в океан и вместе с этим выводится очень много питательных веществ наших какаха да для планктона фитопланктон и вот они собрались то как голуби на кружке хлеба который подал им человек вроде бы круто фитопланктон размножается будет больше кислорода но в реальности там мертвая зона начинается с того что животные бурно поедают выросший фитопланктон в больших количествах как на шведском столе а отходы падают вниз эти отходы перерабатывают бактерии на дне высасывая для этого почти весь кислород из воды так она становится необитаемой число мертвых зон как и наших заводов растет в 60-х мертвых зон было 49 сейчас больше 400 потому что что правильно мы сбрасываем туда свои отходы вроде бы да мелкая херня планктон ну господи боже мой ну ну что ты там решаешь а нет без него весь океан умирает без еды кислорода вот такой круговорот дерьма в природе да по другому не назовешь отсюда следует кстати что там где дерьмо буквально всегда плохо дышится а когда его слишком много как в этих красных зонах тоже все гибнет поэтому важен баланс а он постоянно нарушается первые цивилизации человек возникли около воды и мы до сих пор не можем от нее оторваться сливая туда всякие отходы а потом удивляемся почему в реках и заливах так мало рыбы посмотрите вот на реку нил вокруг нее собралось 95 процентов всех поселений в египте как и тысячи лет назад видите огоньки это корабли плывущие от одного оазиса к другому как будто мы посмотрим пробку в час пик и это лучший способ следить как мы расползаемся по земному шару да ночью по световому загрязнению посмотрите как ярко освещена азия и неудивительно в этом районе может быть больше половины населения земли а еще здесь больше мусульман буддистов и коммунистов чем в остальном мире но эти огоньки не всегда означают красивую уличную подсветку вот коптят небо факела газа на месторождениях нефти в персидском заливе а это стая рыбацких судов южной кореи выстроилась так четко потому что за этой границей начинаются чужие воды и чужая рыбка если добавить из космоса все наши коммуникации то получится снимок земли с большой выдержкой где движущиеся корабли и самолеты гигабайты данных в подводных кабелях сливаются сплошные линии поражает воображение да если бы мне кто-то в детстве сказал что через океаны будут идти фильмы и музыка я бы не поверил я думал через океаны только пираты там и плавают а сейчас я даже о пиратах и думать перестал вообще потому что пользуюсь легальным контентом он стал доступным и это подсаживает да как если один раз прокатился на солярис на приор уже не пересядешь я говорю о кинопоисках д в этом онлайн кинотеатре уже больше девяти тысяч фильмов и сериалов картинка всегда сочная озвучка приятная и никто не заорет про казино четыре лопаты во время просмотра сейчас на кинопоиск hd выходит второй сезон чудотворца это сериал с даниэлом редклиффом и стивом бушами первый сезон был про небесный офис ангелами и бог а теперь герои оказались в средневековье и стараются там не умереть неплохая начинка и все говорят голосом кураж бомбей ведь у него божественная озвучка но идти на кинопоиск hd за одним только сериалом это как на шведском столе скушать одну рисинку из плова да ребята настолько прокачались что для них стали эксклюзивно снимать сериал посмотреть которые можно только там первый называется проект анна николаев и он не про твою училку а про первого русского андроид которого отправляют к полицейским в глубин она может по щелчку пальцев раскрывать преступление но стать настоящим человеком и работать в команде ей будет непросто а герой другого эксклюзива последний министр наоборот полный лузер он утопил целый город пока был мэром а теперь ему нужно развалить министерство правда он и сам об этом не знает короче эта история про человека который хочет как лучше но получается как всегда это реально должен быть смешной русский сериал я рекомендую начать просмотр с него 26 марта премьера обоих а вы пока смотрите другие фильмы и сериалы которые там уже есть по подписке в месяц всего за двести шестьдесят девять рублей а если подписки нет могу предложить полтора месяца даром за красивые глаза как говорится что я прошу взамен поразгадать загадку в выпуске есть имя которое дало искру для глобального изменения планеты человек это имя нужно ввести на английском языке большими буквами по ссылке в описании это и есть ваш промокод на 45 дней чтобы понять о чем я говорю досмотрите выпуск до конца продолжим но с чего начался антропоцен что дало толчок господству человека отмотаем время назад для эпохи голоцена в которой мы кстати до сих пор и живем началом стало таяние ледников 12 тысяч лет назад а искру для зажигания антропоцена дала дженни нет дженни это не девушка так называли ткацкий станок именно так выглядит начало промышленной революции когда люди по всей планете стали массово делать одежду механизированные фабрики распространялись сначала по европе северной америке японии а затем по всему миру паровозы и пароходы сделали продукцию доступной на большие расстояния следы того времени можно обнаружить во льдах виде слоя пепла и сажи ветер донес их до полярных зон а лед запечатал но это еще не сам антропоцен а лишь прелюдия к нему по настоящему все показатели население промышленность загрязнения природы стали расти с 50-х годов в этой точке резко увеличивается углекислый газ в атмосфере люди стали перекрывать все больше рек и производить огромное количество автомобилей производство увеличилось и отходы в океанах тоже увеличились это время называют великим ускорением глобализация туризма огромные инвестиции стали базы для невероятного роста люди устремились в города которые стали центрами развития но даже это не было началом антропоцена нужно что-то более взрывное что-то крышесносное чтобы навсегда оставить татуировку на земле мы люди здесь хозяева и скоро это произошло понять точный год и даже месяц нам помогло самое одинокое дерево на планете это ель стоит на острове кэмпбел между антарктидой и новой зеландии вдали от любого присутствия человека от наших огней и завода мы не знаем откуда точно она здесь взялась ведь на острове нет других деревьев и она максимально далека от сородичей из ее древесины взяли пробу и нашли в кольце выросшем в 1965 году огромное количество радиоактивного углерода да для многих сложно понять что такое радиоактивный углерод сейчас все будет ясно волнует лишь одно откуда он там взялся его выбросило в атмосферу в самый жаркий период ядерных испытаний растущая древесина как и лед умеет запечатывать себе разную химию из воздуха поэтому начало эпохи антропоцена принято считать 65 год когда наше уникальное влияние на планету добралось до ее самых отдаленных уголков да так и зажегся антропоцен искра в 1765 году пожар в 1950 году и взрыв в 1965 году вот она начала антропоцена на календаре нашей жизни смогут ли наши потомки через сотни тысяч лет обнаружить наше существование по таким мельчайшим признакам может быть мы все-таки оставляем что-то еще что-то более вещественное существенное то есть археологи будущего возможно могут даже это потрогать в самом начале выпуска я сказал что за нулевую точку геологической эпохи до берут останки внутри каменной породы в слое кембрия множество раковин и вот таких вот трилобитов а какие останки определят эпоху антропоцена за всю историю людей успело погибнуть около 100 миллиардов людей немало но начиная с 50-х резко начинает расти другой слой останков за один только 2016 год люди употребили в пищу 65 миллиардов жирных бройлерных кур если сложить это с предыдущими годами мы получим гораздо большее число костей чем от всех людей за всю историю и грустно и смешно что крылышки киевсе оставит больше след земле чем поколение милиалов или вообще все поколения вместе взяты но больше мы оставим не органики люди создали уютную оболочку земли называется техносфера ее оценят в 30 триллионов тонн это все вещество которое человечество смогло добыть и преобразовать под свои нужды товары здания инфраструктура механизмы свалки остальные живые организмы тоже так умеют бобры строят плотины птицы гнезда но наши изделия обычно непригодны для перерождения вряд ли разбитый фон или консервная банка станут кормом там для червяка или для бактерии максимум какой-нибудь рак отшельник сделает из этого дома техносфера велика настолько что в ней появляются свои горные породы на гавайях нашли вот такие вот смеси пластика песка раковин и мусора они образуются при слиянии земли и наших отходов когда люди жгут большие костры выглядит мерзко как будто бы из сливы раковины что-то застряло эти гибриды могут храниться в земле миллионы лет столько же должно храниться и стекло и полистирол то есть они ну по сути вечные поэтому есть шанс что ваш старый nokia или сименс когда-нибудь найдут земле невредимым он знаете даже может и не разрядиться но самое интересное бросая свои вещи где попало мы умудрились создать 200 новых материалов которых не существовало ни на земле не по вселенной кристаллы которые растут на затопленных кораблях и бронзовых статуэтках в земле имеют уникальную структуру которую природа никогда бы не смогла вырастить без нашего вмешательства они растут только на человеческих объектах и обычно это что-то прекрасное но иногда мы рождаем уродцев во время атомной эпохи с нашей помощи появился тринитит радиоактивное стекло прямиком из эпицентра взрыва а в чернобыле и фокусиме слились вместе уран и все детали реактора рождая лавообразный кориум я прям вижу так инопланетные исследователи через 100 тысяч лет прилетает к нам на землю роют натыкаются на стекло на ядерные отходы на разные полистирол на какие-то очки nokia сименс и старые телефоны и куриные кости и наши кем они будут считать нас наши кости не подумают ли они что на земле властвовали куры ученые до сих пор спорят считать антропоцены официальной эпохой но фактов это не изменит планета изменилась если не навсегда то на миллионы лет в будущее именно столько бактерия и природа в целом будет разрушать наше наследие но вот вам пища для размышлений да не вкусная не популярны возможно даже отхвачу дизлайков все трубят прямо сейчас и вы часто это слышите человек часто вмешивается в порядок вещей меняет разнообразие видов атмосферу климат но что если мы являемся частью этого порядка звучит спорно да но на земле когда-то был совсем другой воздух и первые зеленые бактерии изменили атмосферу под себя заполнив ее кислородом ученые назвали это кислородной катастрофой почему катастрофы потому что это было глобальное изменение для многих организмов кислород был ядом они просто вымерли зато с кислородом появились миллионы новых видов появились мы хорошо да вроде неплохо живем хорошо да возможно итог наших действий будет таким как в чернобыле мы там буквально изнасиловали природу но что и сделала природа она восстановилась за каких-то 30 лет количество животных и растений выросло в разы и нет никаких толп мутантов возможно антропоцен это логичный этап развития природы когда вид человек живет без более сильного хищника по соседству единственным кому мы навредим своими свалками и заводами это будем мы сами мы истощим все ресурсы и исчезнем а наши города медленно захватят леса и животное я понимаю сейчас многим плевать вообще на леса на деревья но уссурийских тигров я и сам не посадил ни одного дерева но подумайте хотя бы о себе давайте прокачаем мозги настолько чтобы хотя бы не занести самих себя в красную книгу до скорых встреч